Времена Бугачевского восстания в книге Александра Сергеевича Пушкина и новый взгляд на классическое произведение в постановке Олега Липовецкого. Это «Капитанская дочка» с элементами contemporary dance. Ульяновскому зрителю точно не нужно ждать пересказа, просто пересказа текста Александра Сергеевича Пушкина, потому что я думаю, что это глупо делать, поскольку проще взять повесть и прочитать, если хочется прикоснуться к великому тексту. Мы пытались осмыслить проблемы, поднятые Александром Сергеевичем в этом произведении с точки зрения современного человека и современного художника, поэтому, конечно, зрители Ульяновского ждут какие-то открытия. «Капитанская дочка» – спектакль, в котором задействована почти вся труппа театра. Поражает постановка и масштабными декорациями. Сценография не иллюстрирует происходящее, а создает на сцене свою особую атмосферу. Большое внимание в спектакле уделяется пластике и вокалу. В спектакле очень огромная декорация, по которой сложно лазить постоянно. И со временем, конечно, это легче, но когда начинается круг крутиться, это непередаваемое ощущение. Я думаю, что до спектакля мы привыкнем все-таки к этому. У нас постоянные разминки, вокал, у нас очень интересные, красивые песни. Я узнала, что, оказывается, у нас все мальчики поют и очень хорошо поют. Все у нас очень пластичные, интересные. В общем, работать в спектакле очень интересно. Человек, придя в зал зрительный, мы надеемся, помимо того, что вспомнит саму повесть, он еще и как-то, может быть, через театральные образы по-новому взглянет на ситуацию, которую Пушкин писал на персонажей, услышит, может, более как-то явственно то, что хотел, может быть, автор выразить, а театр подчеркнул, может быть, даже в чем-то обогатил, так сказать, эмоциональную составляющую произведения. Премьера спектакля состоится 4 декабря. А 6 декабря «Капитанская дочка» откроет Международный театральный фестиваль «История государства российского, отечества и судьбы». Екатерина Мазуряк, Александр Кудряшов, репортер 73.